Почти Оскар самым талантливым детям Тюменской области выручили областную премию золотой нафани. Всего семь статуэток в семи номинациях. Победители определили путем народного голосования в таких направлениях, как образование, спорт, творчество и социальная деятельность. С юными звездами пообщалась наша съемочная группа. Здесь все как в Голливуде. Красная ковровая дорожка и вспышки фотокамер. Областная премия золотой нафани вручается уже второй год. В этот раз претендентов было более 300. В финал вышло 49 ребят. Среди них отличники, спортсмены, артисты и вожатые. Катя учится в девятом классе, танцует в балете Тодос. Говорит, что успех подкрался незаметно. Вообще, когда я вышла, я просто думала, ну все, просто мне дадут диплом финалиста. А потом, когда меня назвали, это было очень так неожиданно и приятно. И вообще, это все было супер. Те, кто не получил заветную статуэтку, не пали духом. Ведь даже, чтобы выйти в финал, нужно добиться многого. Я рада, что я стала финалистом. Но я не расстроилась, что я получила статуэтку. По словам организаторов, золотой нафани расширяет рамки. Легендарный мультипликационный герой объединяет не только тюменских ребят. У нас участники и участвовать хотят не только дети юга Тюменской области, а хотят участвовать дети, которые бывают в наших оздоровительных центрах, но с Ямала, с Ханты-Мансийского округа. Поэтому, конечно, мы должны как-то, видимо, расширяться, потому что запросы такие есть. Золотой нафани – единственная премия, которая учреждена для воспитанников оздоровительных загородных центров. Организаторы обещают, что в 2018 году вновь вручат самым талантливым ребятам заветную статуэтку. Вита Захарова, Сергей Мякишев, Тюменское время.